Всем привет! Это канал Let's Code. Меня зовут Андрей. Продолжаем развивать наш свитер. И сегодня мы покроем сразу две темы. Это аннотация one-to-many и редактирование сообщений. Начнем с one-to-many. У нас в сообщениях есть связь many-to-one, связывающая сообщения с пользователем. Переходим в пользователя. И здесь добавляем обратную сторону этой связи с аннотацией one-to-many. Это у нас будет приватное поле, в котором будет setMessages. Сразу генерируем getRessetter. И теперь нам нужно на аннотации указать некоторые дополнительные параметры, чтобы у нас не сходил с ума гибернейт. Во-первых, укажем MappedBy, потому что у нас обратная связь. Она называется не user, а автор. Поэтому давайте-ка укажем автор. И сейчас нам кое-какие вещи, типа каскады, укажем, что они у нас будут все распространяться. Фичу укажем Lazy, что означает, что при загрузке пользователя все его сообщения автоматически подгружаться не должны. Окей, Mapping указали. Это позволит нам получать все сообщения, которые были созданы пользователям. Теперь нам нужно как-то все это отобразить в интерфейсе. Для начала сделаем ссылочку в интерфейсе сразу. Идем в наш навбар и добавляем ссылочку. Назовем MyMessages. И ссылочку сделаем в UserMessages. И сюда нам нужно подставлять идентификатор нашего пользователя. У нас мэпинг будет UserMessages и ID-шник пользователя, чтобы можно было у любого пользователя посмотреть список его сообщений. На текущий момент у нас никуда не вынесен ID-шник, поэтому мы идем в Security и добавляем его. Пускай это будет CurrentUserID. Берем User и делаем GetID. А в случае с неавторизованным пользователем мы будем UserID устанавливать в минус 1, что не соответствует ни одному пользователю. Все, Security можем закрыть. А здесь нам, пожалуй, подойдет сразу эта переменная. CurrentUserID. Сделали ссылочку в интерфейсе. Теперь создадим, собственно, эту самую страничку. Создаем новый шаблон и назовем его UserMessages. И сейчас нам нужно унифицировать эту страничку с нашей страничкой Main. Потому что у нас здесь очень много всяких пересечений происходит. Чтобы код сильно не дублировать, мы воспользуемся всеми теми наработками, которые мы сделали на страничке Main. Панель поиска нам здесь не пригодится. А вот страничка по добавлению месседжа пригодится. Выносить в макрос я смысла не вижу, потому что переменных полей здесь не будет. Поэтому я просто создам новый парт и назову его MessageEdit. Вставляю сюда шаблон, немножко отформатирую его. Поменяем надписи на кнопку. Пусть это будет не AdniMessage, а MessageEditor. И здесь будет нас не добавить, а SaveMessage. Теперь сделаем Include этого темплейта к нам в шаблон. Напомню, что Include непосредственно вставляет код этого шаблона прямо в это место, в отличие от Import. И ту же самую операцию теперь выполним со списком сообщений. Вырежем его и сделаем MessageList. MessageList. Опять немножечко отформатируем. И ставим этот темплейт в наш MainTemplate. IncludeParts. И пускай будет MessageList у нас в этом месте. Теперь можно скопировать эти два блока и перенести их на вновь созданный UserMessages. С небольшой доработкой. Здесь мы проверяем, если isCurrentUser, тогда мы включаем этот темплейт в текущий темплейт. Это означает, что редактор сообщений будет отображаться только на собственной странице пользователя. Так как на чужой странице ему редактировать, собственно, нечего. Так как мы собрались редактировать шаблон, вернемся в MessageEdit и добавим здесь еще одно поле. Оно будет у нас скрытым и называться будет ID. И здесь мы будем проверять, если у нас имеется сообщение, то мы сюда подставляем идентификатор этого сообщения, чтобы можно было делать запрос на редактирование сообщений. Шаблон мы подготовили, теперь нам нужно подготовить для него контроллер. Идем в наш MainController и добавляем здесь новый GetMapping. GetMapping. Как мы уже определились, он у нас будет выглядеть как UserMessage. И здесь укажем User. Публичный метод UserMessages. Который будет возвращать шаблон UserMessages. Принимать он у нас будет пользователя текущего. Брать его будет из сессии. Также будет смотреть, какого пользователя мы запрашиваем. Для этого мы проверяем PathRable. Здесь заменим на CurrentUser. Здесь у нас пускай будет просто User. Чтобы Spring брал какой-то переменный User и сразу вложил в одноименную переменную. Без дополнительных указаний. В случае, если бы у нас переменная User отличалась по имени, нам пришлось бы здесь указывать Name и то значение, которое есть наверху. Так как они у нас одинаковые, мы можем это опустить. И еще укажем здесь модель. Модель. В эту модель сразу нам нужно положить несколько значений. Во-первых, берем пользователя, для которого мы запрашиваем список сообщений. И берем у него, собственно, эти сообщения. Получили месседжи. Уложим их в модель. И еще нам нужно описать переменную isCurrentUser. Чтобы отображать панели редактирования сообщений только в том случае, если пользователь пришел на список собственных сообщений. Делаем модул. Это attribute isCurrentUser. И здесь проверяем, что CurrentUser equals User. Если мы оставим сравнение в таком виде, у нас работать, собственно, ничего не будет. Нам нужно сходить в юзера и переопределить здесь equals and HashCode методы. Нажимаем Alt-Enter и генерируем методы equals and HashCode. Только по полю ID. Нам этого будет предостаточно. Возвращаемся в контроллер. И, в принципе, у нас все уже готово. Допустим приложение и проверим, что у нас все замечательно работает. Приложение спустилось. Идем, смотрим, что получилось. Видим сразу ссылочку MyMessages. Переходим на нее. И с нас требует авторизация. Соответственно, нам нужно эту ссылочку показывать только когда пользователь уже авторизован. Заглянем в новбар. Добавим здесь проверочку такую. Если User, эта перемена у нас определяется в нашем Security Template. И существует она только для авторизованных пользователей. Ctrl-Shift F9 для обновления кода. Перезагрузку страничку. У нас сразу все исчезло. Осталось только он. Пробуем авторизоваться. Так что-то пошло не так. Да, здесь не должно быть знака доллара. Перезапускаем приложение. Плотная работа с темплейтами немножечко сбивает мозг с правильного настроя. Пробуем повторно. Отлично. Мы видим теперь сообщения пользователя. И нам бы хотелось бы их, конечно, еще отредактировать теперь. А также нам хотелось бы переходить на экраны, где отображают сообщения только определенных пользователей. Добавим этот функционал. Открываем template message list и немного его модифицируем. Здесь добавим перевод на новую строку, чтобы он стал чуть более выразительным. Перед тегами поставим решеточку. Для автора добавим гиперссылочку, чтобы можно было переходить на канал конкретного пользователя. Здесь указываем message, author, id. Закрываем так. Добавляем визор messages в world. Это нам позволит видеть сообщения конкретного пользователя. Добавляем страничку. Замечательно. Теперь мы можем к каждому пользователю зайти и посмотреть, чего он там понаписал. Теперь добавим кнопочку, для того, чтобы мы могли редактировать наши собственные сообщения. Добавляем здесь гиперссылку. И редактировать сообщения мы будем, также открывая их через гиперссылку. Укажем здесь message. И сюда мы будем подставлять идентификатор сообщения. Ставим message. ID. Пишем edit. Так как мы не можем редактировать чужие сообщения, нам хотелось бы отображать эту кнопку, только для наших сообщений. Ну и хотелось бы, чтобы она была похожа не на гиперссылку, а на кнопочку все-таки. Начнем с отображения. Переходим к кнопочкам. И здесь сразу находим первую кнопочку. Вот она у нас с праймой. И стиль у нее скопируем. Ссылочку на бутербродокументацию я приложу в описании к видео. Вставляем здесь. Теперь нужно решить проблему с отображением только для текущего пользователя. Добавим здесь условия. Если message. Author ID. У нас равен. Current User ID, которого мы определили в нашем Security Template, тогда мы отображаем эту кнопочку. Обнавим template по Ctrl-Shift-EV9 и посмотрим, что у нас получилось. У нас получилась ошибка. Что я потерял? Я не положил сюда наш Security Context. Ничего страшного. Сходим в новбар и скопируем код Security в тайл. Message List. Ctrl-Shift-EV9. Пробуем. Замечательно. И вот мы видим, что у нас кнопочка Edit появилась только для текущего пользователя. Открываем Editor. И видим, что в Editor у нас еще пока что пусто. Почему? Потому что мы еще не реализовали отображение месседжа. Добавляем здесь request-param. У нас будет message. Так и назовем message. Чтобы Spring у нас автоматически брал request-param из get-запроса message. И, соответственно, находил объект базы данных и вложил его в переменную месседж. И также сейчас его заинжектим сюда. В нашу модель. Перезапустим приложение. Приложение стартануло. Обновим страничку. Отлично. Теперь мы видим здесь наше сообщение. Совершенно единственным текстом заменивало на что-нибудь. Конечно, заработало. Сохраним сообщение. Замечательно. Spring нам намекает, что мы забыли сделать обработку сохранения. Идем и добавляем контроллер post-mapping. С точно таким же рулом, чтобы не путаться. В принципе, можно было все это вынести в отдельный контроллер. Предлагаю вам этим заняться. Это будет вашим маленьким домашним заданием. Public string. И здесь будет update message. И начинаем обрабатывать те данные, которые к нам приходят. Первым делом возьмем authentication-user. По for-able подставим их сюда. Делаем return. Мы будем редиректить обратно на эту же страничку. Поэтому делаем redirect. И подставляем uru plus user get id. Так, все. Он больше не ругается. Сразу здесь получим еще и сообщение. Это у нас будет request.param.id.message.message. Сразу можно сделать простенькую проверку безопасности. Что message get author equals current user. Чтобы пользователь мог менять только свои сообщения. В этом блоке мы поместим код, который будет менять текст сообщения. В случае, если пользователь сообщений не равен текущему пользователю, мы ничего не выполним. Просто будет redirect. Если у вас есть желание, можете вывести какое-либо сообщение. Останавливаться на этом я не вижу смысла, потому что мы это уже делали много раз. И, кстати, здесь там пользователь не особо нужен целиком. Можно сократить до лонга. И тогда нам здесь не надо будет получать ID. Зачем напрягать лишний раз кибернейт? Также еще здесь получим в виде request параметров текст и текст. И проверим сразу. Если у нас string.tools не считает пустым поле текст, тогда обновим сообщение этот самый текст. И если у нас string.tools не считает пустым поле текст, мы также обновим поле текст. Ну и в конце можно сохранить наш месседж. Message Repo. Save. Message. У нас также может туда прийти еще и файл. Мы можем захотеть обновить картинку. Копируем multipart файл наш с формы сохранения. И чтобы не дублировать код, мы метод сохранения файла с помощью комбинации Ctrl-Alt-M вынесем в отдельный метод Save File. И просто переиспользуем полученный метод перед сохранением месседжа. Spring сразу нам сообщает о том, что у нас там имеется exception. Нажимаем Alt-Inter на сообщение. И добавляем пробрасывание exception на уровень выше. Пусть этим занимается Spring. Редактирование сообщений мы обработали. Перезапустим теперь приложение. Так как у нас изменилась сигнатура метода, ход reload не поможет. Идем в браузер. Повторяем изменение сообщения. И видим, что Spring нам говорит, что у нас тут параметр месседж не представлен. Это все потому, что мы забыли указать, что он у нас тут и не обязательный вовсе. Quiet False. Перезапускаемся вновь. Перезапустились. И почему-то у нас сообщение-то не изменилось. Что-то у нас напутано. Save Tag. Еще мы забыли. Вновь пробуем изменить сообщение. Поставим Tag. Делаем Save. Отлично сообщение редактируется. Пробуем прицепить к нему картинку. Сохраняем. Замечательно картинка отредактировалась. Идем в список сообщений. Видим, что у нас здесь ровно. Попробуем зайти к другому пользователю. Здесь у нас нет формы добавления редактирования сообщений. И у самих сообщений пользователя мы не видим кнопочки редактирования. Попробуем зайти под седьмым пользователем. У всех его сообщений весят кнопочки редактирования. На этом сегодня остановимся. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Делитесь видео в социальных сетях с друзьями. Обязательно подписывайтесь. Больше лайков, больше просмотров, больше подписок, больше видео. Всем спасибо. Всем пока. Вот смотри-ка. Писать начал. Сразу солнышко выглянуло. Природа меня прям подталкивает. Я нажаловался. Я молодец. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.